Слайды всех появились? Тогда я ставлю запись и будем начинать. Еще раз всем привет! Сегодня у нас с вами среда, 9 марта. И, как обычно, в 13.00 по Киеву, в 14.00 по Москве, в 17.00 по Астане у нас проходят вебинары по стилю жизни. Сегодня я, Евгения Янченко, расскажу вам о том, что мы делаем для того, чтобы зарабатывать в интернете, с какой компанией мы сотрудничаем, почему именно с этой компанией и что компания нам дает. Как вы видите сейчас на слайде, мое звание, ага, не видно на слайде, забыла, не написала. Я сейчас уже в нашей команде, работаю четвертый год. И на данный момент нахожусь с вами старший золотой директор. Если у нас сегодня новички, если есть новички, поставьте цифру 5, посмотрим, сколько у нас сегодня. Кто только недавно к нам присоединился, не стесняйтесь. Есть ли у нас сегодня те, кто еще не зарегистрирован в нашей команде, поставьте цифру 10, если есть такие. Посмотрим, есть ли сегодня наши еще не решившие партнеры будущие. Ну, может стесняется. Ну, новичков очень много. Я надеюсь, что сегодняшняя тема, то, что сегодня я вам расскажу, будет вам интересно, полезно, и вы сделаете правильные выводы и правильный выбор своей жизни. Так как мы работаем с компанией, которая работает только официально, только легально, в каждой своей стране, для получения дохода мы заключаем с ней договор. Договор заключаем после того, как становимся предпринимателями. Я уже на данный момент третий год являюсь частным предпринимателем, и третий год у меня уже заключен договор с компанией, и каждые три недели я получаю на свой расчетный счет свой доход. Без задержек, без проблем, без каких-то там курс-мажоров, постоянно, каждые три недели. О чем сегодня будем говорить? Дальше расскажу, когда будем становиться предпринимателем. На все вопросы буду потом в процессе походу отличать. Наша самая главная задача – это создание товарооборота. Что такое товарооборот? Это общая стоимость товаров, реализованных населению и другим потребителям в денежном выражении. Успех любого бизнеса зависит от эффективности товарооборота. Так как мы с вами здесь пришли не просто на работу, мы пришли сюда строить свой бизнес, и так как любой бизнес основывается на товарообороте, именно этим мы с вами будем заниматься. Мы будем создавать товарооборот для компании, а компания будет нам за это платить определенный процент, за то, что мы создаем ей товарооборот. То есть ничего, в принципе, сложного в этом нет. Все мы знаем сейчас, что в последнее время ни для кого не проблема, ни для кого не секрет и не сложно покупать все для себя, своей семьи через интернет. Сейчас на слайде вы видите вот такие вот популярные интернет-магазины. Я думаю, что все из вас их знают, даже если кто-то у всех звук запирает. Должно быть, вроде бы, хорошо. У меня даже бегунок бегает. Даже если кто-то из вас хрипит. Да, хрипит. Сейчас я попробую сделать усилище. Так, хорошо? Не репит? Ну, у меня все тихо должно быть. Давайте один раз проверим. У кого все хорошо, поставьте плюсик. У кого хороший звук? Значит, если у кого-то репит, вам нужно, наверное, сделать чуть тише и будет лучше. Вот сейчас на слайде очень популярные в мире, особенно в наших странах, интернет-магазины. И сейчас ни проблема ни для кого покупать бытовую технику, одежду и все-все-все через интернет. Я думаю, что сегодня среди нас есть те, кто тоже покупает для себя уже давно, возможно, кто-то начал только недавно, какие-то товары, продукты через интернет. Есть такие сегодня? Кто до того, как пришел сюда строить бизнес, покупал уже для себя что-то через интернет? Почему это круто, почему это классно и выгодно для нас? Потому что интернет-магазины имеют цену ниже, чем обычные магазины. Для того, чтобы делать покупки в интернет-магазине, нам не нужно выходить из дома. Мы можем сделать свой выбор, мы можем посмотреть много разных вариантов, сравнить, добавить в корзину, убрать из корзины, подумать, решиться, почитать отзывы и потом только сделать свой выбор. Когда мы идем в обычный магазин, выбор, который мы делаем, нам помогает делать консультант, который не знакомый для нас. Мы не знаем, что у него в голове, как он живет, чем он живет и что он хочет. Продать товар, независимо от того, хороший он или нет, или он хочет угодить нам. Когда мы делаем покупки в интернете, мы сами вправе делать свой выбор, сравнить, посоветоваться. И, в общем, для нас это, конечно, лучше и выгоднее по цене. Точно так же наша компания сейчас очень активно развивается в интернете. Здесь, я надеюсь, вы увидели уже сайт нашей компании, слева внизу мышкой я своей вожу, надеюсь, у вас видно. Это сайт нашей компании, компания Reflame. И она не исключение, она тоже понимает, что в 21 веке все люди, все бизнесмены, которые хотят развивать активный бизнес, переходят в интернет. И мы с вами имеем возможность развивать свой бизнес благодаря компании, не вкладывая денег, просто пользуясь уже тем, что она нам предоставляет. Теперь хочу вот с вами поговорить и сравнить. Все мы, независимо от пола, от возраста, от места жительства, от своих знаний, от своего образования, всю жизнь моемся, красимся, чистим зубы. Правильно? Согласны вы со мной? И мы все это, всю жизнь где-то покупаем. Обычно все люди, и сейчас еще очень много людей, которые покупают все это в обычном магазине, какой вот сейчас есть у нас на слайде. Когда мы идем в магазин и делаем свою покупку, мы создаем товарооборот владельцу магазина, хозяину магазина. В ту сумму, которую мы платим за нашу покупку, входит прибыль хозяина, аренда, зарплата работникам, ну понятно, что себестоимость, реклама, все остальное, доставка и очень-очень много всего. Но при этом мы с вами ничего не зарабатываем. На этом товарообороте, который мы создаем в любом случае, потому что мы в любом случае моемся, зарабатывает владелец магазина. Кто-то может со мной поспорить? Есть здесь кто-то, кто зарабатывает деньги, кому хозяин магазина платит деньги за то, что вы всю жизнь туда ходите и покупаете. Если вы, ну думаю, что большинство из нас живет в городе, даже если это не город, это поселок, деревня, если прийти в любой магазин, особенно если этот магазин находится в каком-то супермаркете, да, в каком-то торговом центре, в этом магазине всегда полно народа и люди всегда покупают для себя что-то, потому что люди чистят зубы, люди моются, люди красятся, женщины, ну большинство женщин красится, моют голову, красят волосы и все остальное. И есть деньги у них или нет у них денег, все равно в магазинах всегда полно народа. И сейчас, я думаю, что вы со мной согласитесь, вроде бы как в наших странах кризис, вроде бы как зарплаты не растут, а цены растут сумасшедшие, но почему-то в магазинах всегда очереди на кассе. Я вот вчера, на 8 марта, заходила от мамы покупать цветочки и просто была в шоке. Надо было оставить длинную очередь для того, чтобы что-то купить. Да, и цесмически, но женщины все равно мыли голову, и те женщины, которые красятся, они все равно купят себе тушь. Даже если она будет стоить дорого, даже если у них будет маленькая зарплата, они все равно найдут деньги, выделят и купят. Так как мы с вами не хотим, чтобы на нас зарабатывали владельцы магазинов, хотим зарабатывать сами, у нас есть возможность это делать. Если, например, кто-то задумывался когда-то, открыть, например, свой какой-то магазин или свой какой-то салон, ну, не важно что, для того, чтобы открыть свой бизнес на земле, так это назовем, традиционный бизнес, нужны большие денежные вложения. Нужно иметь помещение, либо его купить, либо его арендовать. Нужно закупать продукт, нужно нанимать продавцов, кладовщиков и все остальное. Нужно искать, где нам покупать наш товар, или там, кто будет выполнять какие-то услуги. То есть для этого очень-очень нужно много денег, нужен опыт и нужны связи. Потому что если вы ничего не понимаете, если у вас нет денег, вы традиционный бизнес не откроете. Правильно? Есть у нас сегодня кто-то, у кого есть свой традиционный бизнес? Есть такие? Я знаю, что в нашей команде такие тоже есть. Я знаю, что в нашей команде люди, у которых очень сложно идет традиционный бизнес, они его оставляют и переходят строить наш бизнес в онлайн пространстве. Так вот, мы с вами имеем возможность открыть свой интернет-магазин без вложений материальных, потому что для того, чтобы его открыть, нам не нужно помещение, нам не нужно создавать свой, например, сайт. Мы это все имеем возможность получить бесплатно, просто если очень этого захотеть. Мы просто меняем его, меняем магазин, где мы покупаем средства гигиены, косметику, все остальное на свой интернет-магазин. Так как мы начинаем строить свой бизнес, и нам невыгодно ходить в обычный магазин и создавать товарооборот владельцу магазина, при этом ничего не зарабатывая. Компания Арифлейм дает нам возможность получать дополнительный доход, и строить карьеру, развивать собственный бизнес. Вместе с компанией вы можете изменить свою жизнь к лучшему, улучшить качество своей жизни и вывести свой доход на европейский уровень. Все начинается просто с регистрации в компании. Хочу вам показать также еще одну разницу. Если кто-то думает тоже заняться, допустим, не создавать с нуля свой бизнес, а есть такая еще возможность купить франшизу на какой-то бизнес под ключ, то есть за большие, очень большие деньги, вы можете приобрести готовый бизнес. То есть вы платите деньги, и вам предоставляют все от начала до конца, что, как нужно делать, вплоть до рецептов. Вот такие примеры я вам привела сейчас на слайде. Все мы знаем сеть ресторанов, да, кафе Макдональдс, сеть пиццерий Челентано. Это все приобретенные франшизы. То есть люди заплатили сумасшедшие деньги, и хозяева этих франшиз им дали доступ, то есть за деньги, дали полностью бизнес под ключ. В нашем случае мы имеем возможность, ну, как бы такое, как сравнение, тоже получить вот такую франшизу, но получить ее бесплатно. Для этого нам нужно просто регистрироваться и начать разбираться в информации. Арифлейм точно так же предлагает нам готовый бизнес под ключ. Компания сама занимается обработкой, приемом оплаты, доставкой заказов. Наша задача информационного рекламного характера. Мы с вами просто организовываем товарооборот. Мы не просто покупатели, мы не просто сменили обычный магазин на магазин нашей компании, и покупаем качественный продукт стоимость ниже, чем в магазине. Мы еще становимся предпринимателями и организовываем свой онлайн-бизнес без вложений с нуля. Потому что, опять же, если вы хотите открыть традиционный бизнес, вам нужны деньги. Если вы хотите открыть готовый бизнес, купить просто франшизу, вам нужны деньги. Если вы хотите построить бизнес с Арифлейм, вам не нужны деньги. Вам нужна просто регистрация и огромное-огромное желание. Наш бизнес нужен всем людям. Запись будет. Почему вообще именно Арифлейм? Есть же очень много компаний, да, почему именно Арифлейм? Потому что в Арифлейм мы имеем официальный доход 17 раз в году. Плюс она платит нам премии по достижению и закрытию новых званий. Наша компания стабильная, существует на рынке 49 лет. В 2017 году ей будет 50 лет, у нас будет юбилей, я думаю, что этот год будет вообще мега крутой. Хочу вас спросить, как вы думаете, если бы компания не платила деньги, если бы компания обманывала своих лидеров, смогла бы ли она продержаться на рынке 49 лет? Если бы компания работала как-то нелегально, если бы компания работала в обход, например, законодательству, если бы компания выпускала плохой продукт, некачественный продукт, смогла бы ли она 49 лет существовать на рынке? 49 лет это не 5 лет, да, 49 лет это очень-очень много лет. Если бы в ней был плохой продукт, или она бы обманывала людей, она бы давным-давно уже развалилась, и мы бы даже о ней не слышали. Нашей компанией бизнес передается по наследству. Все, что вы наработаете при своей жизни, вы можете в будущем передать своим детям. И они будут просто продолжать, например, вашу деятельность. Не нужно будет начинать это с нуля. Если мы сравним с любой другой работой, или даже с любым другим бизнесом, если вы работаете на обычной работе, то, ну, просто берем, да, образно. После вашей смерти ваш ребенок не может занять ваше место просто, да, просто занять ваше место и получать за вас деньги. В компании Арифлейм такая возможность есть. Все, что вы строите, с уровня золотого директора у нас идет пассивный доход, и вы можете просто передавать это своим детям. Наша компания работает в 66 странах мира. Опять же, если бы компания была плохая, если бы она была несерьезная, нестабильная, если бы она шаталась из-за разных кризисов, которых в последнее время очень много, она бы не смогла развиваться во стольких странах. Для того, чтобы строить бизнес в компании, не нужно вкладывать деньги. В нашей компании очень известный бренд. Наша компания очень известный бренд. Никому не нужно рассказывать, что такое Арифлейм. Единственное, что сейчас у нас есть проблема, с которой мы боремся, что очень многие люди не понимают, что Арифлейм это не продажа косметики, что Арифлейм это очень-очень большой бизнес, очень большими деньгами. Наша с вами задача сломать эти стереотипы и рассказывать людям о том, что бизнес с Арифлейм это очень круто. И такого нигде больше нет. И мы имеем возможность строить свой бизнес только онлайн. Только онлайн с нуля и вообще до всего. Каким образом мы создаем товарооборот? Каждый из нас, кто приходит строить свой бизнес, естественно, начинает с себя. Если мы решили, что мы здесь серьезно, надолго и за большими деньгами, значит мы начинаем с себя. Мы меняем обычный магазин, в котором мы раньше мылись, на магазин свой в интернете. И начинаем со своего личного товарооборота. Не знаю, у кого крепит звук, не могу ничем вам помочь. Моем себя и свое окружение. Зачем нам ходить куда-то конкуренту, зачем нам ходить в какой-то другой магазин, если у нас есть свой? Я надеюсь, что у меня на записи будет хрипеть. Не знаю, что мне сделать. Я так понимаю, у большинства все хорошо. Правильно? Если это наш бизнес, если вы, например, бы открыли свой магазин какой-то, или открыли бы там булочную и пекли хлеб, вы бы явно не ходили покупать хлеб в соседнем магазине. Вы бы 100% покупали бы хлеб у себя. Точно так же и здесь. Если вы строите здесь свой бизнес, нелогично ходить в обычный магазин. Нелогично покупать непонятно что, непонятно где, если вам там денег не платят, а здесь вам платят деньги. Арифлэйм не тратит деньги на рекламу. Кто-то из вас видит по телевизору рекламу компании Арифлэйм? Я, правда, вообще телевизор не смотрю, не знаю, что там показывают. Видит кто-то? Правильно, потому что компания Арифлэйм не тратит деньги на рекламу. Она эти деньги, которые могла бы потратить на рекламу, делится с нами и отдает часть нам за то, что мы ее реклама. Мы ее реклама, благодаря нам создается товарооборот, именно поэтому компания платит деньги нам. Когда вы приводите в свою команду партнеров, которые будут мыться в Арифлэйм, вы будете зарабатывать деньги. В среднем мы получаем 10% от товарооборота нашей команды. Если вам нужен доход в 1000 долларов, это очень реально в ближайшие сроки, вам нужно создать товарооборот в 10 000 долларов. Но создать это нужно не самому, а с помощью своей команды. И на самом деле уже доказано в нашей команде, что это очень-очень все просто. Хочу еще подтверждение того, почему Арифлэйм, почему надо покупать в Арифлэйм. Видите картинку слева? Вот такая вот непривлекательная. И хочу вас спросить, когда вы приходите в обычный магазин, неважно, там, да, будем называть названия, супермаркет, сетевые магазины, косметики, бытовой химии, вы уверены, что те продукты, которые стоят на прилавках, произведены на заводе? Вы уверены, что те продукты, которые стоят на прилавках, не разлиты вот в таком подвале, который у нас на картинке слева? Вы уверены, что те продукты, которые стоят на прилавке, до вас никто не трогал, не нюхал, и что никто там их не открывал, и не лизал? Ну, так это же бывает. Я, например, не уверена. Именно поэтому я с момента прихода сюда, в Арифлэйм, ничего не покупаю в обычном магазине из того, что есть у нас. Все, что у меня дома есть, в моей ванной, у меня в комнате, у детей, у мужа, все только Арифлэйм. Я вот даже сегодня поставила специально рядом, хочу вам показать. Самые главные продукты в нашем доме – это волнос. Так как мы хотим быть здоровыми, хотим, чтобы здоровыми были наши дети, мы полностью перешли на Арифлэйм. И я вам хочу сказать, что я не знаю, что такое проблема с кожей. Если раньше, когда я пользовалась продуктами из обычного магазина, до того, как сюда попала, у меня очень часто, вообще, наверное, постоянно была сыпь на лице, были проблемы с кожей. И у меня, у моего супруга, когда мы перешли на продукцию Арифлэйм и начали употреблять продукцию Велнес, мы вообще забыли, что это такое. Поэтому, если вы еще не определились, если вы еще ходите в обычный магазин, когда вы будете туда заходить, вспоминайте вот эту картинку и подумайте о том, откуда на прилавке появилась та или иная продукция, что мы никогда не знаем. И даже если мы запросим сертификаты качества в магазине, то я вас уверяю, что такой сертификат можно купить и для этого не обязательно ездить на завод, можно просто купить за деньги. Поэтому делайте свой правильный выбор и переходим дальше. Наша с вами цель – научить людей организовать их бизнес и помочь им стать директорами. То есть мы с вами создаем товарооборот, приглашая людей в свою команду. И после того, как мы уже научились, наша задача – научить своих людей давать их товарооборот и помочь им стать директорами. Что значит директор? У директора товарооборот команды в среднем 5000 долларов. Одному сделать такой товарооборот, конечно, сложно, но если мы работаем командой, то это во много раз легче. Директор становится предпринимателем и заключает договор с компанией Reflame, получает свой доход 17 раз в году, получает свои премии. И, в общем, ему классно. У директора свободный график, потому что на уровне директора с таким доходом можно не ходить уже на обычную работу. Если вы совмещали, например, изначально, или если вы были в декрете, став директором, вам не нужно выходить на обычную работу, потому что там вам явно не предложат такую зарплату при таких условиях. Возможно, такую зарплату и предложат, но свободного графика у вас там не будет. И такой дружной команды тоже не будет, я вас уверяю. Чтобы стать директором, нужно, ну, чтобы открыть квалификацию директора, в среднем нужно от 2 до 12 месяцев, если вы активно работаете. Все зависит от вашей активности, от того, насколько срочно вам нужны деньги, насколько активно вы хотите зарабатывать. Поэтому такие вот цифры в среднем от 2 до 12 месяцев. Для того, чтобы стать директором, нужно иметь приблизительно 25-30 ключевых бизнес-партнеров, которые тоже хотят быть директорами. И когда вы стали директором, ваша задача помочь своим партнерам тоже стать директорами. То есть изначально ваша цель стать директором самому, потом ваша задача помочь вашим партнерам тоже стать директорами. Теперь посмотрим наглядно, как создается товарооборот. Вы один, только, например, пришли и решили начать пробовать продукт. Вы купили шампунь плюс мыло, приблизительно потратили 3 доллара. Я сегодня в долларах, потому что мы все тут из разных стран, чтобы было более понятно. И начали звать людей уже, свои команды тоже строить бизнес. Каждый из них, вы позвали, например, вы плюс ваши люди, вместе у вас в команде появилось 100 человек. 100 человек купили шампунь и мыло, товарооборот получился 300 долларов, ваш доход при этом 30 долларов. Вы приглашаете дальше команды, в вашей команде 1000 человек, которые купили для себя шампунь и мыло, товарооборот 3000 долларов, ваш доход 300 долларов. Это если вы покупаете просто шампунь и мыло, только, например, для пробы. Но, если мы пришли сюда строить бизнес, и нам невыгодно ходить в чужой магазин, значит, мы будем мыть не только себя, не только свою голову, но и всю свою семью. И своих мам, пап, бабушек, дедушек, сестер, братьев, кумовей, если нужно, и всех остальных. То есть себя и свое окружение. Вы, например, помыли свою семью, свое окружение на 45 долларов. 45 долларов, я не могу точно в каждую валюту переводить, но приблизительно на семью, на каталог, если вы любите себя, это не проблема. Если вы употребляете еще продукты wellness, это вообще проблем с этим не будет. Ваши те же 100 человек помыли не только себя, но и свою семью, возможно, свое окружение. Смотря кто как моется, кто как любит там подушиться туалетной водой, накрасить губы, как часто. И 100 человек создали товарооборот 4500 долларов. Ваш доход, так как мы говорили, приблизительно 10 процентов, ваш доход при этом 450 долларов. Когда в вашей команде уже 1000 человек, понятно, что вы их пригласили не один, а с помощью своей команды. Каждый из них помыл свою семью на 45 долларов. Получился товарооборот 45000 долларов. При этом ваш доход будет 45500 долларов. Люди мылись, моются и будут мыться. Разница только в том, где они будут это все для себя покупать. Если вы серьезно настроены, если вы хотите быстро вырасти и быстро, значит, зарабатывать деньги, значит, ваша задача найти как можно больше людей, которые будут мыться и строить бизнес в своем онлайн магазине. Понятно на данном этапе? Я перехожу дальше. Понятно, да? Быстро я так, все, успевайте. Конечно, вы должны понимать, что так как это бизнес, это необычная работа, на которую вы пришли месяц отработали, получили зарплату, здесь нужно поработать для того, чтобы выйти на хороший доход. То есть с первого дня вы не будете зарабатывать 300 долларов. И с первого месяца, ну это очень хорошо нужно постараться, но такие случаи тоже есть. Открытие квалификации за один каталог, такое в истории Reflame тоже есть. Но если вы не из этого числа, да, если вы недостойко быстро это все хотите сделать, ну как бы можете, то смотрим сейчас на экран. Когда вы сделали товарооборот 150 баллов, это можно сделать одному, это можно сделать с командой, все зависит от того, как часто вы моете голову, как часто вы красите губы. 150 баллов, при этом ваш доход будет приблизительно 2 доллара. Да, это немного, 2 доллара это смешные деньги на сегодняшний момент, но на дороге они не валяют, и только это, это только начало, это только самый главный старт. Когда вы с командой сделали товарооборот 450 баллов, ваш доход будет приблизительно 7 долларов. Молодец, Анечка. Когда вы с командой сделали товарооборот 900 баллов, вы вышли на уровень 9%, ваш доход 15 долларов, и есть возможность получить премию по программе Турборост, и еще по-разному называется, не помню все названия, в разных странах. Когда вы сделали товарооборот 1800 баллов, вы вышли на уровень 12%, ваш доход при этом 45 долларов, плюс, возможно, премии. Сделав товарооборот 3000 баллов, как он делается, да, как увеличится, в вашу команду приходит еще больше людей, вы их ищете уже не один, а вместе со своими партнерами, и в командной работе вашу команду присоединяется намного больше людей, чем на начальном этапе. На уровне 15% ваш доход приблизительно 85 долларов, плюс, возможно, премия. Когда вы вышли на 18%, сделав 5000 баллов, ваш доход 170 долларов, плюс премия. Когда вы вышли на уровень 22, это уровень старшего менеджера, либо квалификация, открытая квалификация директора, товарооборот вашей команды 7500 баллов, ваш доход на таком уровне около 300 долларов, плюс, возможно, премия. Когда вы 8 каталогов после выхода на 22 удержали этот уровень, подтвердили, если вы работаете командой, вообще с этим проблем не будет, вы получаете, кроме дохода, еще премию 1000 долларов. Чтобы стать старшим директором, нужно помочь одному своему партнеру в одной из своих веточек стать директором. Тогда вы становитесь старшим директором и получаете премию 1500 долларов по закрытию. Когда вы помогаете еще одному партнеру во второй своей веточке стать директором, вы становитесь золотым директором и по закрытию получаете премию 2000 долларов. Когда вы помогаете третьему директору в своей третьей веточке стать директором, вы становитесь старшим золотым директором и получаете премию 3000 долларов. Это как раз мой уровень, я уже все это получила, все эти премии. Когда вы помогаете четвертому своему партнеру в четвертой своей веточке стать директором, вы становитесь сапфировым директором и получаете по закрытию премию 4000 долларов. Не поняла свет вашего вопроса, переформулируйте. Когда вы помогаете еще в пятой, в шестой веточке своим партнерам стать директорами, вы становитесь бриллиантовым директором и получаете премию 6 тысяч долларов. Это здесь показана только самая маленькая часть лестницы успеха. С уровня бриллиантов директора там начинается еще много-много интересного, и там премии идут и 8, и 10 тысяч долларов, и в нашей команде есть партнеры, которые уже все это получили и растут дальше. Понятно на данном этапе, каким образом появляются уровни, какой приблизительный доход на каждом этом уровне. Если, например, когда вы только начинаете, у вас, например, маленький уровень, очень часто новички, да, все правильно, премия плюс текущий доход. Текущий доход никуда не девается. Когда вы новички, очень часто вам мешает страх, мешает стереотип приглашать людей, особенно знакомых своих, в свою команду, потому что вам нечем похвастаться. Но если вы понимаете перспективу, если вот эти вот цифры у вас перед глазами, вы должны смело приглашать людей в свою команду и своих знакомых, и незнакомых, и всех подряд. Почему? Потому что здесь есть возможность выйти на огромный доход. Даже если на уровне 3%, у нас доход 2 доллара, но это не значит, что 2 доллара вы будете зарабатывать постоянно. Если мы сравним с обычной работой, и вы со мной, я думаю, согласитесь, если мы возьмем, например, за год, например, берем 2016 год, вы предлагаете своему какому-то знакомому присоединиться в вашу команду. Он вас спрашивает, сколько вы зарабатываете? Вы говорите, 2 доллара. Он говорит, до свидания, да, зачем мне твои 2 доллара? И он при этом, например, работает, ну, неважно, на заводе, в магазине, там, или чем-то он занимается другим. У него приблизительно, например, для Украины зарплата 200 долларов сейчас, ну, в очень большом количестве городов такой зарплаты близко даже нет. То есть 200 долларов для Украины это супер зарплата на данный момент. Если, например, даже ваш знакомый зарабатывает в январе 2016 года 200 долларов, то он будет зарабатывать и в феврале от 200 долларов, и в марте, и целый год, в декабре 2016 года он будет тоже зарабатывать 200 долларов. Сейчас нет такого странок во время кризиса, что там выплаты, да, там премии выплачивают, там зарплаты. Вообще на обычной работе премии, мне кажется, ну, сейчас это большая редкость. Я не знаю, где сейчас платят премии. То, если вы, например, начали в январе, у вас в январе доход 2 доллара, то при активной работе в декабре у вас будет доход далеко не 200 долларов. Если вы хорошо поработаете, у вас может быть доход и 500 долларов. Через год. А еще через год он станет еще больше. А еще через год он станет еще больше. А ваш знакомый как зарабатывал 200 долларов в январе 2016 года, так он будет в январе 2017 года зарабатывать 200 долларов. Ну, возможно, в лучшем случае, там, чуть-чуть у него зарплата повысится, но она не увеличивается в 2 раза, я вас уверяю. Потому что, ну, нет такого на обычных работах, чтобы вам там через год увеличивали зарплату в 2 раза. Не знаю, о чем вы там почему-каете. Я так понимаю, это не ко мне вопрос, да? Я перехожу дальше. Где вообще брать людей? Откуда их приглашать? Откуда они берутся? Есть очень много вариантов. По сути, вообще не имеет значения, где вы будете брать людей. Это могут быть доски объявлений в интернете. Это могут быть социальные сети, все, у нас сейчас их очень много. И одноклассники, и ВКонтакте, и Фейсбук, и Инстаграм, и Мой мир, и Твиттер, и вообще, не знаю, очень их много. Это может быть холодный рынок с помощью соцсетей. Это может быть холодный рынок, если вы уже так уверены в себе и не стесняетесь, да? Там где-то вы, например, находитесь, стоите в очереди, вы можете тоже рассказывать, если вам хватает уже уверенности. К этому нужно стремиться. Это может быть теплый рынок. Потому что, как говорится, если вы начали строить бизнес, если вы уже разобрались, и вы понимаете, какие здесь перспективы, я думаю, что очень правильно рассказать об этом своим знакомым, своим друзьям, и дать им возможность тоже вместе с вами строить бизнес, для того, чтобы они тоже имели возможность зарабатывать деньги. Я когда пришла, это уже было 3 года назад, мой первый новичок, это была моя подруга. На данный момент она уже директор и зарабатывает деньги. Она изначально... Ну, с самого начала она со мной, и сейчас она директор компании Reflame. Я не знаю, о чем... Повторите вопрос, я не поняла, кого вы там спрашиваете. Не поняла, да, повторите вопрос. То есть, где вы будете приглашать людей, по сути, не имеет значения. Если вы активны, если вы разобрались, если у вас... Хлещут эмоции, я не знаю, как по-другому это назвать. Если вы амбициозны, если у вас есть большие планы, если у вас есть мечты глобальные, да, не купить там баночку икры, то вы сможете приглашать людей где угодно. Бывает такое, да. Если кто-то перестал работать, такое может быть. Ответ на ваш вопрос. Что вообще нужно делать с людьми? Чему их надо обучать? То есть, приглашать людей, понятно, да, приглашать, рассказывать о бизнесе. Но дальше, когда они пришли, нужно что-то с ними делать, для того, чтобы они тоже вместе с вами начали строить бизнес. То есть, вам нужно рассказать им, если вы новичок, еще не умеете, вам поможет ваш спонсор, что нужно. У нас есть три таких пункта самых важных. Пользоваться продуктом, я об этом сегодня говорила, сменить обычный магазин на свой интернет-магазин. Приглашать бизнес-партнеров. Первый акцент, самый главный акцент мы делаем на том, что мы приглашаем людей в бизнес, не просто пользоваться продуктом, а приглашаем строить бизнес. Но если, например, ваши знакомые не хотят строить бизнес, вы можете им предложить просто пользоваться продуктом. Продукт наш хороший, качественный, опять же, вспоминайте о том, что стоит на прилавках магазина, если вы будете пользоваться продуктом, вы сможете поделиться своим мнением, своим опытом со своими знакомыми, и они с удовольствием будут пользоваться вместе с вами. И третий пункт – посещать обучение, которое у нас идет бесплатно. Обучение у нас идет каждый день, минимум два раза в день у нас проходит это обучение, плюс еще это по всей команде нашей, плюс еще у каждого директора есть по своим командам еще дополнительно свое обучение. Плюс обучение проходит с помощью писем на электронную почту, с помощью скайп-чата, с помощью чата в социальных сетях. Самое главное – это обучаться ежедневно, и без этого ничего не получится, без обучения. С чего нужно начать? Если вы еще не зарегистрированы, я так понимаю, сегодня у нас все зарегистрированы, если не зарегистрированы, обратиться к тому человеку, кто пригласил вас сюда на презентацию, или кто даст вам посмотреть это видео, и зарегистрироваться к нему в команду. Начать мыться в своем интернет-магазине, потому что нелогично ходить к дяде и создавать дяде товарооборот, чтобы дядя отдыхал на Мальдивах. Мы, я думаю, каждый из вас хочет отдыхать где-то за границей. Есть такие, кто хочет отдыхать за границей? Потому что сюда мы приходим, конечно, ради денег, но деньги сами по себе – это просто бумажки, да, они силу не имеют как таковую. Деньги – это просто способ воплотить свои желания, способ осуществить свои мечты. Я думаю, что сегодня у нас есть те, кто, например, еще не имеет своего жилья, но хочет приобрести, не имеет свой автомобиль, но хочет обрести, не ездит отдыхать или ездит отдыхать, но с трудом может там позволить себе это. И я думаю, что вы все хотите иметь возможность путешествовать тогда, когда вам хочется, чтобы вам хватало на это всегда денег. Поэтому с первого дня начинайте мыться в своем интернет-магазине и зарабатывать на свои мечты. Организовывать свою команду, потому что без команды заработать, построить бизнес не получится. Обучаться каждый день. Ни дня не должно проходить у вас без обучения. Мы и директора, и новички, неважно, на каком вы уровне, обучаться нужно каждый день. Обучаться нужно с помощью вебинаров, с помощью Ютуба. В Ютубе сейчас есть все, что угодно. Нужно читать правильные книги, которые ставят правильное мышление в вашей голове, и вы будете уже своих детей правильно воспитывать и вкладывать правильные мысли им в голову. И обязательно нужно мечтать. Потому что если у вас не будет мечты, если у вас не будет желания, у вас не будет желания работать. Если вы не знаете, чего вы хотите, если у вас нет цели, если вы не знаете, зачем вам нужны деньги, вы не сможете строить бизнес, потому что вы не сможете приглашать людей. Когда вы не уверены, когда вы не понимаете, чего вы хотите, к вам люди не идут в команду. Вот был там какой-то вопрос выше, что как их приглашать, если никто не хочет. Никто не хочет, потому что вы не хотите. Как только вы поймете, что назад дороги нет, как только вы решите, что это единственный способ, потому что на самом деле это так и есть. Потому что ни на одной работе вам не дадут такие условия, ни на одной работе вам не будут платить такие зарплаты, ни на одной работе вас не будут возить в путешествия, оплачивать вам путевки, которые стоят сумасшедшие деньги, сегодня об этом тоже расскажу, ни на одной работе такого не будет. Поэтому, как только вы поймете, что это ваше, что это ваше будущее, что это будущее ваших детей, что это то, что вам нужно, к вам люди будут идти, когда вы будете излучать в своей голове, в своих мыслях правильные мысли. Если вы будете думать, что никто не хочет, никто не захочет. Есть еще, вот кто писал там, автора какого-то, я этого не читала, я читаю Джо Витали. У него есть немного книг, последняя читала «Секрет притяжения», супер книга, если вы не читали, прочитайте. Если вы не читали еще, сегодня у нас все зарегистрированы, да, если вы не читали еще книгу «10 уроков на салфетках», прочитайте, в этой книге все понятно, все четко, понятно, если вы не понимаете еще, прочитав эту книгу, вы все поймете. Ваше будущее. Начнем отсюда, да. Ваше будущее с компанией, с вашей командой, это в первую очередь форумы компании. Форумы, банкеты, которые компания устраивает, на которых вы можете со своими партнерами встречаться, как вот мы встречались, это был у нас в декабре квартальный форум в нашем центральном регионе. Мы встречались на форуме от компании, наших девчонок на сцене награждали, мы там фотографировались, хлопали им, слушали там разные информации, а потом отмечали наши успехи, кушали суши. Такая у нас есть какая-то традиция, не знаю, странная-не странная, в команде нашей мы любим суши. И всегда после наших встреч на форумах мы потом идем в суши-бар и кушаем суши. Это вот одна из наших встреч, там мы вот отмечали успехи осени прошлого года. Это банкеты директоров, это вот часть фотографии с банкета, который был в 2015 году. Это наша команда, наша экспресс-карьера, Россия, Украина, есть еще у нас Казахстан, Беларусь, Молдова, но, к сожалению, нет у меня этой фотографии. Вот так много нас уже, всего лишь за 4 года работы в интернете. В этом году я вообще не представляю, сколько нас будет, я не знаю, каким образом мы вообще все влезем. Ну, будем фотографировать таким фотоаппаратом, который захватывает большой обзор, да, 170 градусов, чтобы мы все влезли. Это вот банкеты, каждый из вас имеет возможность попасть на такой банкет в 2017 году без проблем. Если вы этого захотите, у вас все получится. Это вот тоже пара фотографий меня и моей команды на банкете летом этого года. Я как раз за прошлый год закрыла 3 звания, и вот меня награждали, и вот справа в углу, это частичка моей команды, мои девчонки, которые были на банкете, получали тоже свои чеки. В этом году у нас уже есть новые звания, будем радоваться за них и праздновать наши звания на банкете, который будет, по-моему, 11 июня в Киеве, в России, в Москве, я не помню. Это путешествия, это ваше будущее, это вот фотографии, несколько фотографий из поездки на золотую конференцию в Испанию в августе 2015 года. Часть нашей команды, я не помню сколько человек, около 30 человек в августе 2015 года мы летали в Валенцию, в Испанию на золотую конференцию от компании. Так вот, просто, чтобы вы понимали, путевка на неделю, вот, то путешествие, в котором мы были, стоило, для Украины стоило 1750 евро. Я ездила бесплатно. Как вы думаете, круто это? На какой работе такая возможность есть? 1750 евро просто мне подарили, и я бесплатно ездила, я только собрала чемодан, приехала в Киев, и все. И меня потом привезли в Киев. Компания собрала всех лидеров в Киеве, в России собрала в Москве, и полезла нас в Борисполь, оттуда на самолете в Испанию, и назад точно так же. То есть мы только доехали до Киева и из Киева. Это все в ваших руках, вы имеете такие же шансы, потому что вы ничем не отличаетесь от нас. И не важно, что вы только, например, недавно зарегистрировались, все зависит не от даты регистрации, а от того, чего вы в этой жизни хотите. Вот тоже еще пару фотографий. У нас было время там и на пляже поваляться, было время и на бизнес-форумы ходить, и на шоппинг. Вот там часть нашей команды, вот внизу, после, это была у нас встреча стран, фотография такая небольшая. Это была фотография с гала-ужина нашей команды, тоже нам там вручали чеки. Это проходило в таком шикарном вообще месте. Я в восторге, я еще потом неделю, конечно, отходила от этого всего. Мне казалось, что это все мне приснилось. На самом деле это так, и до того, как я попала в Арифлейм, я даже не мечтала о таком. Теперь, в 2016 году будет тоже золотая конференция в сентябре. Для Украины она будет проходить в Турции. И я, в принципе, еще до нового года знала, что я по условиям уже квалифицировалась. Ну, как бы, меня уже давно поздравили с тем, что я квалифицировалась. И мы едем с супругом. Опять же, я не знаю, сколько будут стоить эти путевки, но мы заработали две путевки безусловно с мужем в Турцию на неделю на All-Inclusive. Значит, Россия едет в этом году на Кипр и в Сочи. То есть так, в общем, разделилась. Опять же, раньше, да, я могла только об этом мечтать. Мне вот эти путешествия, до того, как я пришла в Арифлейм, мне они только снились. Потому что на тот момент, чтобы поехать куда-то за свои деньги, мне надо было, наверное, полгода вообще ничего не есть, не пить, там, ни за что не платить, ничего не покупать, чтобы отложить на путевку на неделю. То есть раньше для меня это было просто сказка, просто мечты. И мне казалось, что я не знаю, что мне нужно делать, когда я работала на обычной работе, чтобы туда попасть. Арифлейм дает такую возможность. Какая компания, какая работа сейчас во время кризиса дает такие возможности? Да, муж со мной работает, помогает мне тоже. У него свой номер и у него тоже, он тоже получает доход, он тоже предприниматель. В общем, у нас семейный бизнес. Никакая компания, никакая работа не даст вам такие возможности, никакая работа не будет вам платить такие платы, такие премии, еще и путешествовать, отправлять за свой счет. Это путешествия с уровня золотого директора, с уровня бриллиантового директора есть еще путешествия на бриллиантовую конференцию. С уровня исполнительного директора точно так же есть еще и исполнительные конференции. Да, Оль, для того, чтобы поехать на первую конференцию, нужно стать золотым директором. Налоги платим, конечно. Я показывала в начале, может, вы, Юрий, позже пришли. Свидетельство о предпринимательстве, так как мы получаем доход только официально, только легально, мы платим налоги, отчисляем пенсионный фонд и спим спокойно. Наши доходы сумасшедшие позволяют нам получать доход, платить налоги, отчислять пенсионный фонд, откладывать еще деньги, кроме того, что мы себе, в принципе, сейчас уже ни в чем не отказываем. Мы можем кушать то, что мы хотим, мы можем ходить в ресторан, мы можем одевать то, что мы хотим, мы можем детей одевать в то, что нам хочется, а не то, насколько хватает денег. Мы можем платить за школу, так наши дети учатся в платной школе и посещают много-много разных кружков. Как бы раньше, я не знаю, пришлось бы выбирать, да, или ходить, например, в платную школу, или ходить в обычную школу, или ходить на кружки, там разные танцевальные английские, все остальное, или не ходить. Потому что раньше мы были ограничены в денежных возможностях, сейчас у нас есть такая возможность. Компания Reflame еще с уровня директора есть возможность получать автомобили. Ну, можно сказать, в подарок, потому что при тех условиях, которые она дает, автомобиль берется в кредит, но компания сама за него платит. Поэтому мотайте на ус, делайте вывод. И вот, мечты сбываются. Последнее время я в этом убедилась. Если первое время, там, да, как-то в моей голове еще не укладывалось, что я все могу, что у меня в жизни все может быть, чего я хочу. И я рассказывала вам сегодня, что мы очень мечтали о путешествиях, но не могли себе позволить. Могли, конечно, там, по Украине год, там, откладывать по чуть-чуть для того, чтобы, там, на недельку в Украине поехать к морю детей вывезти. То есть сейчас ситуация изменилась. И я вот после этого вебинара жду звонка от моего консультанта в турагентстве, потому что мы себе купили тур с детьми на четверых в Египет. На выходных мы летим. Сегодня-завтра мы забираем уже свои документы и нам сообщают, во сколько у нас будет вылет. И верьте своему мечту. У нее есть особенность... ...бываться. Если вы мечтаете, если вы уже сегодня здесь, для вас нет ничего невозможного. Я три года назад не думала, что я смогу позволить себе, на всю семью, у нас четверо, купить путевку на неделю, все включено, в пятизвездочном отеле, во время кризиса. Кризис, да, кризис в стране, но в нашей компании кризиса нет. В нашей компании доход выплатится каждые три недели. И даже когда в других местах, да, на обычных работах, постоянные задержки, кому-то они выплачивают зарплату, кому-то урезают ее. И если в магазинах цены сумасшедшие растут, а зарплата стоит на месте, то в нашем случае зарплата растут быстрее, чем растут цены в магазине. Поэтому все зависит от того, чего вы хотите, о чем вы мечтаете. У кого получится? Потому что очень, я думаю, что у многих из вас в голове вопрос, получится ли у меня, да? Есть такие вопросы. Получится ли у меня? В самом начале были такие вопросы, потому что я пока еще не понимала вообще, что я все могу. Пока я еще ничего не знала, после обычной работы у меня был такой сразу вопрос, получится ли у меня. Но когда я разобралась, я поняла, что получится. Что нужно делать для того, чтобы получится? У вас получится, если вы будете ежедневно рекрутировать. Ежедневно, независимо от погоды, независимо от того, хочет кто-то к вам или не хочет, ежедневно рекрутировать. Ежедневно обучаться. Если даже у вас не получилось прийти на вебинар какой-то онлайн, вы посмотрите его в записи. Рекрутировать – это приглашать людей в свой бизнес, приглашать людей зарабатывать деньги. Это называется рекрутирование. Сама развиваться, потому что просто слушать вебинары недостаточно. Нужно еще дополнительно развивать свое мышление, потому что вебинары проводятся для всех, но каждый из нас приходит на разном этапе своей жизни. Кто-то больше знает, у кого-то был опыт, у кого-то не было опыта. Поэтому вы должны обязательно еще читать книги, которые помогают развивать свое мышление. Потому что если вы всю жизнь имели опыт работы на обычной работе и варитесь в обычном обществе, не среди людей, которые бизнесмены, которые богаты, вам нужно развивать свою голову. Плохо развита речь саморазвитию не мешает. Если вы будете читать книги, то вы сможете все получиться у того, кто с первого дня берет ответственность на себя, потому что это ваш бизнес. Это не бизнес вашего спонсора, это бизнес вашего директора, это ваш бизнес. Если вы с первого дня понимаете, что все зависит только от вас, и с первого дня вы делаете все возможное, несмотря ни на что, убирать свою лень, убирать какие-то причины, отговорки, мнение, когда у меня дети, еще что-то. Если вы с первого дня решите, что все зависит от вас, у вас получится. И если вы будете мечтать, если вы будете делать все для воплощения своих желаний в жизнь, у вас получится. А получится может у каждого. Здесь нет такого, что кто-то не подходит, у кого-то не получится. Не важно, сколько вам лет, какого вы пола, внешность, образование, местожительство, значения не имеете. Если вы хотите, это единственное, что вам нужно, это желание. У вас обязательно получится. У нас есть партнеры, которым 15 лет, 14 лет, которые приглашают и растут. У нас есть партнеры, у меня лично в команде есть женщина, ей 72 года, и она учится, и работает в интернете, и приглашает. Поэтому, если кто-то думает, что я слишком молодой или слишком старый, забудьте об этом. Это не имеет значения. И хочу вам сказать, что счастье в этой жизни есть, его не может не быть. И каждый из нас кузнец своего счастья. Я на сегодня закончила. Надеюсь, что информация вам была полезна. Если вы не зарегистрированы, обратитесь к тому, кто вас пригласил на это мероприятие. Или кто-то вам дал это видео. Если вы зарегистрированы, не знаете, что вам делать. Обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил в свою команду. И пусть у вас все получится. Только помните всегда, что все зависит только от вас. И вы кузнец своего счастья. И без вашего участия бизнес сам не построится. Рада была очень сегодня вас видеть. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok